Я думаю, мы можем начать. Наталья Валерьевна, прошу вас, начинаем. Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. Очень приятно всех видеть. Позвольте мне начать и представить свое исследование, которое называется следующим образом «Подходы к исследованию фактора культура в теории и практике перевода. Стоявшиеся реалии, новые тенденции, перспективы развития». Это исследование было выполнено на материале диссертаций, кандидатских и докторских, написанных в течение последних 10 лет по специальности 1002.20 «Странительно-историческое, типологическое, типологическое, языкознание, теория перевода». Новизна состоит в том, что впервые предпринимается попытка обзора диссертационных исследований по переводческой тематике, рассматривающих культурный компонент как фактор антикоммуникативного свойства, требующий нейтрализации при переводе. Актуальность состоит в том, что необходимо систематизировать разноплановые и порой противоречащие друг другу исследования в области перевода, а также выявить в переводческой практике научные лакуны, нуждающиеся в заполнении. Как я уже отметила, исследование выполнялось методами обобщения и интерпретации. Просмотрено было около полутора тысяч наименований докторских и кандидатских диссертаций. На выборке было отобрано 202 наименования, на основе которых я позволила себе сделать некие обобщающие выводы, которыми я хотела бы с вами сегодня поделиться. Говоря о тематике переводческих исследований, необходимо отметить, что тематика очень разнообразная. Уточняются и расширяются основные понятия переводоведения. Это вопросы безэквивалентности, культурно-фематической адаптации, перевода цвета и обозначения эфемизмов, языковой реализации концептосфер, фреймов семантических полей. Появляются также новые понятия. Это исследование лингвокультурных типажей феминистского дискурса в аспекте перевода, исследование по вопросам передачи вербализованных в исходном тексте культурных ценностей и ценностных ориентаций. По нашему наблюдению, наблюдается два основных подхода в исследовании заявленной культурно-центрической парадигмы. Это сопоставительно-трансформационный подход на основе сопоставительного изучения языков. Переводческая деятельность – суть процесс трансформирования совокупности характеристик исходного текста в совокупность характеристик переводного текста по определенным правилам. И коммуникативно-функциональный подход, который рассматривает переводческую деятельность в рамках определенной коммуникативной ситуации, включая такие факторы, как цели полагания коммуникантов, цель перевода, характер и результаты переводческой деятельности. И мы также, приступая к исследованию, выделили ряд проблемных областей, которые релевантны для культурно-ориентированных переводческих исследований. И мы предположили, что таких областей основных три. Это выявление лингво-этнического барьера в переводе и понимание сути переводческой деятельности. Также трактовка и понимание проблемы переводимости и непереводимости. И способы достижения эквивалентности в переводе. Здесь рассмотрению подверглись основные стратегии, используемые при этом трансформацией или тактики. Начнем с первого вопроса. Это вопрос лингво-этнического барьера. Лингво-этнический барьер. Существует устоявшийся термин в переводческой практике, термин ведем Львом Константиновичем Латышевым. Лингво-этнический барьер. Который определяется как расхождение лингво-этнических коммуникативных ситуаций, включающих совокупность таких факторов, как расхождение систем ИЯ-ИПЭЯ, норм ИЯ-ИПЭЯ, УЗУСов, действующих в коллективах носителей ИЯ и носителей ИПЭЯ, расхождение коммуникативно-релевантных приинформационных запасов у носителей исходного языка и у носителей переводящего языка. Авторы диссертационных работ рассматривают данное понятие в рамках используемых ими научно-исследовательских подходов. Ряд ученых рассматривает лингво-этнический барьер в довольно узком значении, как расхождение языковых систем, УЗУСов, фоновых знаний, внутриязыкового содержания. В ряде работ термин не используется, но говорится о лингво-культурной асимметрии межкультурной коммуникации и переводческом пространстве, о несовпадающем способе концептуализации языкового выражения окружающей действительности, о разнице культурных и лингвистических феноменов, о языковой и культурной лакунарности. В рамках коммуникативно-функционального подхода лингво-этнический барьер рассматривается не только с позиции сопоставления лингвокультур, но также и как специфическая ситуация межязыкового, межкультурного общения, при которой участники пользуются различными языковыми средствами выражения смысла. Подчеркивается теологическая двойственность произведений, составляющих переводной дискурс – языковой плюс культурный барьер. Разное использование термина «лингово-этнический» применительно к переводческой деятельности приводит исследователей и к разному пониманию сути перевода как средства межкультурной коммуникации. С позиции сопоставительно-трансформационного подхода ученые изучают несовпадения сопоставляемых языков для дальнейшего определения закономерных соответствий. На теорию перевода переносятся принципы речевой деятельности в плане несовпадения прагматических потенциалов высказывания и перевода. Предлагает теология этно-лингово-культурной асимметрии в процессе перевода, выявляются способы ее воздействия на результат перевода, исследуются лексические несовпадения в сопоставляемых лингвокультурах для определения переводческих соответствий в процессе лингвокультурной адаптации текста. Осмысление перевода в рамках коммуникативно-функционального подхода предполагает его рассмотрение не как процесса преобразования текста на одном языке в текст на другом языке, а как инструмента осуществления предметной деятельности разноязычными коммуникантами в рамках ситуации межязыковой коммуникации с учетом функций, выполняющих оригиналом и переводом. Данная парадигма позволяет выявить прямую взаимосвязь переводческого процесса, а также действия осуществляемых переводчиком и коммуникативные ситуации, в которой осуществляется перевод. В рамках коммуникативно-функционального подхода перевод рассматривается как пространство, как форма бытия межязыкового, межкультурного и межличностного взаимодействия, как дискурс, анализируя внешние обменные процессы текста в коммуникативной ситуации, а перевод рассматривается в связи с личностью переводчика как вторичной языковой личности. На наш взгляд, причиной разных подходов к сущности перевода и лингво-этнического барьера является множественность трактовок базовых понятий язык и культура, неоднозначное понимание их взаимоотношений и взаимовлияния. При учитывании интеракциональной составляющей культуры в рамках лингво-этнического барьера, как ситуации межязыкового и межкультурного общения, коммуникативно-функциональный подход, не отвергая возможность использовать подход сугубо лингвистический, позволяет с наибольшей эффективностью выделить самые значимые характеристики и качество переводческой деятельности, определить зависимость общей стратегии, технологической составляющей, от структуры языковой ситуации с использованием средств перевода и цели перевода. Объединяющим диссертационные исследования фактором является общее понимание того, что лингво-этнический барьер – это то объективное существующее препятствие, по мнению некоторых ученых, дисбаланс, который переводчику нужно нейтрализовать или гармонизировать в предложенной ситуации общения. Переводчику надлежит нейтрализовать лишь тот барьер, который образуется из-за того, что участники общения принадлежат к разным лингвокультурам. В этом смысле… У вас осталась одна минута. У меня осталась одна минута. К сожалению, я не укладываюсь во время, поэтому я перейду тогда к заключительной части, дабы не задерживать уважаемое собрание. Я просто писаю слайды до конца и сделаю резюмирующие какие-то заключения. Также были рассмотрены вопросы «Безэквивалентности и непереводимости» – слайд в экране. И здесь вы видите ссылки на те работы, которые, собственно говоря, цитируются. Далее предлагается, нами выделена докторская диссертация Сдобникова «Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода», который выделяет типологии коммуникативных ситуаций и применимых к ним стратегий перевода. Также мы выделили… Была диссертация еще выделена о безэквивалентности, большой вклад… Простите, не услышала. Сказал? Я перейду к заключительному, к резюме. Перспективы развития остаются нерешенными ряд вопросов, которые необходимо решить по переводчику в современном, многокультурном и высокотехнологичном мире. Выявить, конкретно определить требования, предъявляемые к деятельности переводчика. Открытым еще остается вопрос о конструктивной организованности высказывания, выражающей текстовый смысл. Проблема выявления этого смысла, проблема четкого определения рамочных норм и вариантных правил перевода. Ну и в заключении, в связи с меняющимися условиями переводческой деятельности, в связи с тем, что появляется огромное количество информационных сред, инструментов, которыми пользуется переводчик, то открытым еще остается вопрос об инструментах переводческой деятельности и о роли переводчиков в современных меняющихся условиях нашего мира. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Наталья Валерьевна. Был очень интересный доклад. И вот поступили несколько вопросов. Я хотела бы их озвучить. Ну, во-первых, как бы вы могли определить термин теологическая двойственность? Да, сейчас я вернусь к этому слову. Да, можно, если можно, пожалуйста. Теологическая двойственность – это взаимосвязь языка и культуры, взаимовлияние, взаимообогащение и неразрывное их единство. Языковой барьер плюс культурный барьер. Спасибо. Второй вопрос касается безэквивалентности. Рассматривалось ли это понятие только на лексическом уровне или рассматривались, например, мемы, такие как объект перевода? В тех диссертациях, которые, скажем так, я рассматривала, это брала для данного исследования, вот этих современных, скажем так, новых тем не было. Диссертация, которая, по-моему, внесла очень большой вклад, это диссертация по безэквивалентности. К сожалению, не могу найти этот слайд. Сейчас, одну минуточку, позвольте мне таскать его. Да, вот. Диссертация Алексеевой «Проблема лексической безэквивалентности». И здесь она представляет феномен безэквивалентности в диахронии. То есть это историко-философская дискуссия в рамках сменяющих друг друга постулатов переводимости-непереводимости. Она говорит о том, что безэквивалентная лексика это не единичные разрозненные случаи, специфичные для какого-то языка. Ну, да, типа текста. А это категориальная характеристика. Думаю, да. Используя данные положения, данные диссертации, это можно экстраполировать и на любые другие виды безэквивалентности, лакунарности. На мой взгляд, здесь вопрос идет о терминологической разрозненности, которая в данный момент существует в переводоведении, потому что порой одни и те же самые вещи называются просто разными терминами. И разные ученые используют эти термины в рамках своей созданной ими встроенной теории перевода, то, как они это видят. Однако вот еще раз хотела бы подчеркнуть, что рассмотреть, скажем так, все термины, которыми используют переводоведение, это практически невозможно. Даже, скажем так, основные моменты, лакуны, реалии и так далее, очень часто они, к сожалению, этнолингвокультуремы, культуремы, все это, к сожалению, вот в таком каком-то понимании общеедином, как безэквивалентная лексика. Вот четкой терминологической, скажем так, дефиниции данных понятий не наблюдается в современном мире. Очень часто, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, возможно, я не права в этом смысле, под реалиями понимаются, скажем так, и те же самые лакуны языковые и какие-то, я не знаю, фольклоризмы и так далее. То есть четкой терминологической целостности не наблюдается. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Да, совершенно с вами нельзя не согласиться вот по поводу того, что четкие определения отсутствуют. И я думаю, что сегодня еще у нас возникнут в связи с этим вопросы, наверное, какие-то комментарии, вот связанные с определением безэквивалентной лексики, как вы сказали, реалиями. И, конечно, четкие критерии нужны. Я с вами согласна в ваших выводах для типологии переводческих ошибок. Нам, как преподавателям перевода, это, безусловно, важно. Поэтому в этом смысле, конечно, очень проблема поставлена остро. И я думаю, что мы к ней, наверное, еще сегодня вернемся. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы к Наталье Валерьевне? Если нет, то мы переходим к следующему докладчику. Надежда Константиновна Рябцева. Так, я не вижу, извините, Надежду Константиновну. Я понимаю так, что ее нету, да, среди участников сегодня? Видимо, нету. Так, тогда следующим докладчиком будет Елена Александровна по нашему с вами списку. И мы переходим к более, так сказать, современной ситуации, возникшей в связи с пандемией. И, конечно, в первую очередь, лексический аспект – это новые слова и лексические единицы в языке, которые в русском, в английском, в немецком, ну и так далее, во всех языках мира, конечно, все языки отреагировали. И сегодня мы услышим два доклада, посвященные этой теме. Сначала это будет комбинация русский-английский языки, потом немецкий-русский. И, пожалуйста, вы готовьте свои вопросы, потому что тема вполне актуальная, и я думаю, что нам будет что обсудить. Пожалуйста, Елена Александровна, вам слово. Да, спасибо большое, коллеги. Добрый день еще раз. Всех приветствую. Огромное счастье побывать на таком мероприятии, в таком месте, как человек, активно, так сказать, ведущий вот этот аспект своей жизни профессиональный. Очень люблю участвовать в различных семинарах и проводить, и участвовать в конференциях. Спасибо большое за то, что вы пригласили меня. Очень приятно. Мой доклад будет очень практическим и таким наглядным. Позвольте мне показать вам несколько слайдов с примерами. Видно ли, коллеги, мои слайды? Да? Да, все видно, спасибо. Отлично, да. Как уже мы поняли, да, и все это знают, язык всегда является таким чутким инструментом реагирования на все изменения, которые происходят в жизни общества, в жизни человечества. И пандемия, безусловно, не стала исключением. И многие языки откликнулись активным словообразованием, активными процессами актуализации некоторых значений слова, скажем, вот медицинские термины, да, многие актуализировали значения, и появились новые значения, да, та же самоизоляция, та же пандемия, та же социальная дистанция, скажем, да, эти слова и словосочетания приобрели новые значения, новое понимание этих слов. Но эти процессы не должны, наверное, вызывать у нас какого-то беспокойства и чего бы то ни было такого. Скажем, вот на конференции в МГУ и в экономическом университете Дэвид Кристал отметил, что нет повода для беспокойства. Эти слова, как пришли, так и уйдут вместе, может быть, с этим периодом, да. И вот Максим Крунгаус в своем интервью тоже отметил, что многие слова исчезнут, безусловно, и не останется ничего от них. Однако, посмотрите вот на одном из моих первых слайдов, главные слова 20-го года, да, Институт русского языка имени Пушкина назвал слово самоизоляция. Различные словари выбрали и пандемик, и quarantine, и lockdown, да, и в Австралии даже вот изобрели аббревиатуру. Такого рода, вот единственное, что в Оксфордской словаре не определилось, какое же слово главное, и издали целый отчет, я вам здесь ссылочку поместила. Это очень интересно, можно будет его почитать, он такой, даунлоудабл. В русском языке, безусловно, богатая, так сказать, словообразовательная деятельность русского языка. Посмотрите, вот только два примера, да, от основы ковида, от основы корона, от основы корона, сколько слов различного рода образовалось, включая игровые слова так называемые, да. Вот в английском языке такие новообразования появились. Я не буду перечитывать со слайдов, да, не люблю перечитывание со слайдов, для этого я их, собственно, делала. Ну, вот такая инфографика представляет некоторую часть, да, вот новых слов, которые, новых условно, да, коллеги, я называю, да, эти слова, которые существовали, имею в виду, какие-то приобрели новые значения, да, новые лексические единицы. И, как мне показалось, для своего вот этого небольшого исследования отобрала порядка 60 слов из различных интернет-публикаций для того, чтобы посмотреть, что это за слова и проанализировать приемы перевода, как бы можно было их перевести, скажем, в устном переводе, да, ну и в письменном переводе, и вообще для понимания, да, этих новых лексических единиц. Вот мне показалось, что английский язык, как тенденция такая, может быть, я ошибаюсь, да, поправьте, все-таки отразил больше вот этот everyday routine, то, что называется, да, смотрите, какие здесь. И вот то, что, значит, все там поправились и от, так сказать, обездвижения условно, да, и вот стрижка, которую сами себе люди делали, потому что негде было постричься, сама ходила в подпольное место, да, и вот место, где работающие члены семьи уединяются для работы, посмотрите. А в русском языке, мне кажется, что больше такое очень, вот типа наружие, да, такие вот игровые слова, такие какие-то, вот мне нравятся всякие мемы, да, кому нужно это наружу, или там карантье, да, когда собачек там одалживали, чтобы можно было погулять с ними, да, или там расхламинго, да, когда, значит, от нечего делать, бросились перебирать свои, значит, вещи, да, и что-то там выбрасывать и так далее. Карантикулы, мне кажется, что более такие, вот такого ироничного плана, нет такого вот рутинного чего-то, да, как в английском языке, с тем, отражающий те трудности и сложности, с которыми мы столкнулись. Появились мемы, да, типа курс имбиря, курс лимона, или вот покайтесь греченьки, да, когда смели, значит, с пола под запасы гречи, например. Или вот карантинная сказка «Удаленушка и братец диванушка», да, тоже. Я не стала рисковать с переводом, на самом деле, потому что мне кажется, что это достаточно сложная вещь. Я хотела сделать исследование, проанализировать приемы перевода и с английского на русский язык, и с русского на английский. Но так как как-то ограничили нас семью страницами, я, честно говоря, не уместилась, поэтому я решила оставить часть моего исследования, только я не стала вот эти анализировать. Но подумайте просто на самом деле, насколько, как это можно передать. Ну и таким образом, вот из этих 60 лексических единиц, которые я отобрала для анализа, я выбрала несколько примеров, чтобы вам показать. Перевод мой, удачный, неудачный, коллеги, значит, я не претендую на истину в последней станции. Но такие слова, как, скажем, корона Рита, да, которая, понятно, с намеком на Маргариту, этот как-то я ни разу не пила, не знаю, очень можно перевести транскрибирование, транслитерирование. Такого рода слова я имею в виду, да. Обратите внимание, как, например, happy hour, который, кстати, тоже уже проник в русский язык, и у нас тоже пишут на многих магазинах, да, happy hour, как, скажем, там, в американских магазинах. Это, ведь, словосочетание тоже приобрело новое значение, да, в зуме все немного перебрали во время счастливого часа, выпив по нескольку корон и ритм. К счастью, здесь ирония, да, до дома было недалеко, то есть все, собственно, сидели дома. Я тут еще хотела поставить две скобочки, улыбочку, да, на самом деле. Или, например, смотрите, какое интересное словосочетание. Зум-малет тоже можно было перевести, но для этого нужно понимать, что такое малет, да. Прическа перед камерой, когда мы сидим, значит, спереди, как здесь есть у меня определение it's all business in the front and all party in the back, да, спереди, значит, для работы, а сзади, собственно, вечеринка. И посмотрите, вот что еще нашлось в интернете. То есть вот этот зум-малет и перебрался, и, собственно, не только на прическу, да, теперь под этим понимается и вот эта нижняя часть пижамная, да, и сверху офисная. business on the top и party on the bottom, да, то есть вот эти трансформации идут, опять же, откуда? Из вот everyday, то, что каждый день происходит с нами. А изначально… Александр, на две минуты. Да-да-да, заканчиваю. Изначально вот что это такое, да, было. Ну и других массов примеров, да, которые можно было перевести, транскрибирование, транслитерирование. Такие слова, как coronication, я рискнула поместить в раздел, значит, приемов перевода калькированием, да, типа карантикул или короноотпуск. Zoom town, Zoom город, да, новый тренд, новая тенденция. Ну и такие такого рода, типа вот тетушка Рона, да, и так далее. И самой сложной группой является перевод таких вот переосмысленных метафорических лексических единиц, да, типа blursday, можно, конечно, назвать днем сурка, но, по-моему, для сурка у нас есть другое соответствие, да. Или корона коусты, смотрите, ее уже изобразили, здесь все, так сказать, этапы ображены на этой схеме, да. Doom scrolling, который я встретила и в таком виде, и в таком, то есть и описательным переводом, и транскрибированием тоже, да, или вот, например, какие-то еще quarantine, вообще неизвестно, как это передать, да, что это сленговый вариант, что просто неправильно люди писали это слово, поэтому оно возникло. Или pandating, да, или island, когда за маской не видно рот, и улыбаются люди только глазами. Ну или вот этот corona silent, который я уже приводила, пример. Ну и многие другие, типа zoom fatigue, все равно требуется описательный перевод в данном случае. Ну вот, собственно говоря, три группы приемов перевода я выделила, да, транскрибирование, транслитерирование, в сочетании с калькированием, может быть, да, или калькирование, и наиболее интересные группы, мне кажется, все-таки описательный перевод, там, где нужно показать и внутреннюю, в сему, да, вот эту вот и форму слова передать. Ну и про перспективами я вижу исследование этого небольшого своего, создание словаря двуязычного, например, пандемической вот этой лексики, да, и посмотреть еще, как бы можно было перевести вот эти русские, в русском языке, которые появились лексические единицы, да, на английский язык с сохранением вот внутренней внешней формы слова, что, уверенно, будет очень сложно, иногда практически невозможно. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо, Елена Александровна. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Так, если пока вопросы не возникают, потому что все вполне довольно четко было сказано, и, в общем-то, наверное, еще пока все переосмысливают вот нынешнюю... Может быть, позже, может быть, замечания какие-то, потому что я всегда очень сослась с такой скромной переводчик, я не претендую, так сказать, не отстаиваю, да, замечания. Спасибо, Елена Александровна. Спасибо большое. Я думаю, что будут еще наверняка какие-то вопросы, комментарии. Доклад очень понравился, вот, судя по всем, так сказать, здесь реакциям, которые мы видим на экране, да. И я думаю, что сейчас мы перейдем к докладу Ирины Соломоновны, потому что он так или иначе соприкасается с темой пандемии, только в другой комбинации языков. И если будут вопросы, то уже к обеим докладчикам, я думаю, можно будет их адресовать. Ирина Соломоновна, я прошу вас, значит, тема будет «Вокруг короны. Особенности перевода актуальных общественно-политических неологизмов с немецкого языка на русский». Спасибо. Да, здравствуйте, коллеги, еще раз. Мой доклад будет практически продолжением доклада предыдущего оратора, потому что, конечно, нельзя не отметить, что последние реалии нашей жизни так или иначе связаны с пандемией коронавируса. Я, скажем так, акцентировала свое внимание на появлении в языке так называемых семантических неологизмов как одного из способов пополнения словарного состава языка. В переводу ведения семантическими неологизмами называют лексемы с новым ассоциативным потенциалом слова или уже известные лексические единицы с набором новых характеристик и новых значений слов, которые закрепились в сознании носителей языка за определенным объектом действительности в связи с новыми, допустим, какими-то обстоятельствами, событиями или условиями общественно-политической жизни, социально-общественной жизни. Это, например, относится к отдельным терминам специализированных дискурсов типа медицинского, военного, допустим, экономического, спортивного. Эти термины становятся коммуникативно актуальными и начинают широко функционировать в общем языке. Или это может относиться к ранее существующим в словарном составе уже языковым единицам, которые неожиданно приобретают новую сферу использования и получают новую смысловую нагрузку. Конечно, как говорил предыдущий оратор, многие из этих семантических неологизмов со временем потеряют свою актуальность и исчезнут из языка. Однако некоторые специалисты переводоведни считают, что некоторые семантические неологизмы могут даже стать потом базовыми понятиями для обозначения семантических социальных изменений в обществе и так называемыми нематериальными свидетелями эпохи. Ну так, собственно, само слово «пандемия коронавируса» при обращении к интернету, немецкоязычному интернету, было активным очень у пользователей и, собственно, не менее 9 миллионов раз вызывалось. Кроме того, оно стало словом «года» в немецком языке. Немецкое общество, общество немецкого языка признало его словом «года». Соответственно, мы можем разделить нашу жизнь на время до и после появления коронавируса. Здесь мне как раз хотелось остановиться на этом слове, на слове «корона», которое является основой, базой, можно сказать, большинства семантических неологизмов. Раньше эта лексема обладала в основном положительной коннотацией, как мы понимаем, была чем-то обнадеживающим и даже прекрасным, он вызывал остатки или с солнечным ореолом, или с лаврами победителя, или, в общем-то, некоторым вспоминалось, возможно, «Тойота Корона» или марка мексиканского пива, который рекламируется как солнце из бутылки. В Испании, как мы помним, так обозначается Королевский дом, а вам, наверное, как специалистам английского языка, известно, что даже в США есть такой небольшой город маленький, который является лимонной столицей мира, по мнению американцев. Однако в настоящий момент данный термин приобрел более тысячи дополнительных значений. Он встречается при определении самого вируса, поскольку медики изначально использовали данный астрономический термин из-за оболочки вируса, сходность внешней частью солнечной атмосферы, а также термин встречается при обозначении путей его распространения, в значении эпидемии или пандемии, а также при обозначении последствий распространения кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на общественную жизнь. В последнем случае как раз приобрели особую популярность в немецком языке семантический неологизм, образованный по принципу, собственно, корона плюс любое другое существительное. Вполне очевидным представляется тот факт, что на начальном этапе большинство новых семантических неологизмов было терминами медицинского дискурса. Однако как военно-политический, так и другие дискурсы тоже не остались в стороне и можно сказать, что были инфицированы. И теперь данные семантических неологизмов встречаются практически во всех сферах нашей жизни. И хотя, в принципе, состав и структура данных семантических неологизмов достаточно прозрачны, по идее все видно, относительно их смысла все же приходится строить различные предположения и обязательно анализировать семантические отношения внутри такого рода лексем. Например, я хочу предложить вам такой термин. Существительное хохбург пришло из политического дискурса и обозначало место активного скопления, регион с высоким уровнем доверия избирателей, с большим количеством голосов, отданных за того или иного кандидата или за определенную партию. А теперь, собственно, вот такая вариативность значений требует, на наш взгляд, описательного перевода, который поможет эксплицировать семантическое значение данного композита. Кроме того, интересно посмотреть на другие привычные понятия, которые демонстрируют способность лексики проявлять новые связи в конкретных социальных условиях. Термин бытового дискурса, обозначающий обычную шестимесячную химическую завивку, теперь употребляется в контексте постоянно изменяющегося числа инфицированных в период распространения пандемии. Поэтому здесь также в связи с переменой смысла возможен описательный или расширенный перевод. Абсолютные фавориты, можно сказать, до последнего времени – это слова «маска» и обязанность носить маску, которые изначально в немецкоязычном пространстве обозначали элемент карнавального костюма и традиции изменения внешности на карнавале в Германии. А теперь эти слова превратились, соответственно, в инструмент борьбы с пандемией, снижающий уровень заболеваемости и распространения инфекции. Поэтому для раскрытия имплицитного смысла данного семантического неологизма, на мой взгляд, тоже возможен перевод с помощью определенных лексических трансформаций, а именно с помощью лексического добавления к полной словоформе других слов. Также интересно, в немецком языке существует такое понятие, как «эльбогенгезельшафт». Это слово в конце XX века обозначало общество жесткой конкуренцией, и оно традиционно использовалось немецкими СМИ для негативного описания современного немецкого общества, в котором преобладает индивидуализм, в котором игнорируются чужие потребности, где, в принципе, каждый друг другу волк. Теперь же акценты, наоборот, смещаются в сторону положительной коннотации, и понятия используются как символ масштабной кампании, запущенные, чтобы преодолеть последствия пандемии, как показатель солидарности в обществе. Поэтому на данном этапе возможен перевод этого слова с использованием так называемой адекватной замены, то есть целостных преобразований, которые, в принципе, переосмысливают все понятие и передают смысл данного понятия в нынешних условиях. Кроме того, спасибо большое, я заканчиваю. Из медицинского дискурса пришли такие понятия, которые обозначают различного рода санитарные мероприятия, направленные на поддержание здоровья, но теперь в обществе как раз наоборот превалирует негативный ассоциативный потенциал данных ЛИКСЕМ, связанный с несоблюдением санитарных предписаний для локализации распространения пандемии коронавируса, и так называемый гигиенический оттенок, ну, наверное, и в английском языке тоже вы встречаете, получили многие политические и идеологически мотивированные мероприятия против повсеместно действующих правил проведения для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. И очевидно, что и в этом случае тоже желательно избегать простого калькирования или транскрипции при переводе на русский язык, поэтому для сохранения логической связи между исходным текстом и переводом предлагается использовать такой переводческий прием, как смысловое развитие значения исходной единицы, то есть модуляции. Вот. И последний пример, который я приготовила, это термин «хотспотка». Ну, собственно, он пришел к нам в общественно-политический дискурс, можно сказать, из технического или рекламного дискурса, поскольку с технической точки зрения он является обыкновенной точкой доступа аппаратно-программным комплексом, а в рекламном дискурсе, в маркетинге обозначает рекламный канал для общения с клиентами. А теперь данный неологизм начал широко употребляться в немецком языке в связи с миграционной политикой и обозначать центры размещения мигрантов. И, в принципе, он уже представляет собой достаточно горячую тему для обсуждения. А в нынешних реалиях данный термин, данный семантический неологизм ассоциируется у большинства граждан с местами повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому в данном случае при переводе допустим прием как раз лексического опущения, предполагающего игнорирование семантически избыточных слов. Ну, в принципе, в общем-то, это все, что я хотела сказать. Еще раз напомнить о том, что при переводе семантических неологизмов на русский язык, очевидно, необходимо принимать во внимание новый ассоциативный потенциал слов. Поэтому для адекватного перевода нового значения данных лексем необходимо прибегать к анализу и использовать всевозможные методы лексико-семантических экспликаций лексем. То есть, в общем-то, восстанавливать их значение первоначальное, заложенное в исходном тексте. Спасибо, коллеги, за... Спасибо, Ирина Соломоновна, за ваш интересный доклад. Коллеги, если будут какие-то вопросы, то вы можете их задавать. Можно через микрофон. Я хотела, в свою очередь, тоже задать вопрос. Ну, он больше такого практического характера. Значит, всем известное слово lockdown, которое пришло в русский язык, из английского. Я хотела узнать у Ирины Соломоновны, вот как оно, насколько оно прижилось в немецком языке, в той форме, в котором оно выглядит в английском, и что, значит, вы предлагаете как переводчике при переводе его на русский язык. Спасибо. Спасибо, конечно, большое за вопрос. Термин практически употребляется и в том виде, в котором вы его произнесли, и поскольку немецкий язык богат на словообразование, конечно, в нем не могли не возникнуть своего рода интерпретации. Немцы добавляют это существительное прилагательными или еще там какой-нибудь первой частью, чтобы получился опять сложный композит, и, скажем, выстраивают целую шкалу, градируют данное мероприятие на длительные, недлительные, окончательные, суровые, несуровые меры. То есть вот придают еще больше значений, активно используют его, да, то есть прямо... Спасибо. Ну, вопрос касается, конечно, к Елене Александровне тоже, потому что она, может быть, тоже скажет по своим исследованиям, как это слово у нас в русский язык приживается оно или нет. Да, вы знаете... Извините, пожалуйста, да, я просто заканчиваю. Насколько семантические значения этого слова, насколько они совпадают в русском и английском языке. Да, Елена Александровна, извините, спасибо. Да, вы извините меня, пожалуйста. Значит, как правило, локдаун переводит все-таки самоизоляция. Ну, либо локдаун как заимствование, которое тоже понятно. Потому что, ну, оно понятно просто. Я имею в виду, как общество с большим количеством... Как в русском языке очень большое количество заимствований из английского языка, и люди, которые говорят на языке, всем это слово понятно. Но если нужен перевод, то это все-таки самоизоляция. Вот и все. Там еще был, коллеги, вопрос по поводу рассматривались ли мемы как объект перевода. Ну, вот я уже отметила это. Да, мне бы хотелось еще тоже над этим подумать. Я не знаю, насколько бы у меня это получилось, да, но это было бы интересно, переводим ли мемы, да. Как сегодняшний, я записалась на мастер-класс, переводим ли юмор, на самом деле, вот я хотела бы. Это туда же все, туда же, вот, да. Поэтому нет, я пока не рассматривала, просто потому что у меня было как-то вот ограниченное количество, значит, для докладов. Спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы к нашим докладчикам? Если нет, то тогда позволю себе перейти к следующему докладу, который, значит, будет немножко отличаться от предыдущих по заявленной теме. Мы перейдем к событию, которое потрясло Европу и практически весь мир. Недавнее событие – это выход Великобритании из Европейского Союза, и возникшее в связи с этим, ну, в общем, наверное, в продолжении предыдущих докладов, в продолжении доклада Натальи Валерьевны о безэквивалентной лексике, возникла необходимость перевода реалий, связанных с выходом Великобритании. И я хотела кратко рассказать о прагматической адаптации при переводе этих реалий. Так, вот, да, мой доклад, сейчас покажут его, спасибо. Можно начинать вот со второго слайда. Значит, ну, первое, конечно, определение Brexit реалий, оно сложное, потому что нет четкого определения реалий как таковых. Вот я не буду повторять то, что здесь написано. Здесь вы видите просто наиболее выдающихся переводоведов, которые занимались понятием реалии. И определение более-менее такое общее, к которому они пришли, вы его видите, да, нет, собственно говоря, этого понятия, этого явления в жизни другого народа. То есть для нас, для русскоязычного сообщества, конечно, сам термин, во-первых, Brexit, и все словообразовательные процессы, связанные с ним, они представляют собой, ну, вызов, как для переводчиков, да, значит, я тут выделила, в общем-то, основные моменты, да, и хочу сказать, во-первых, о том, что лексика, связанная с Brexit, во-первых, применима в различных языковых ситуациях. Она повторяется в СМИ, и прежде всего, медийный, публицистический дискурс – это те рамки, которые нам задают, та область, которая нам задает направление, да, и в соответствии с которыми мы, в общем, уже решаем о выборе стратегических, извините, переводческих стратегий. Что я хотела, тут вот несколько, значит, во-первых, классификация Brexit реалий, да, ну, сюда входят, в первую очередь, неологизмы, исторические реалии, потому что так или иначе идут отсылки на те события, на те явления, которые связаны с участием Великобритании в Европейском Союзе, ну, и, конечно, метафоры. Метафоры без них, от них никуда не деться, потому что именно они вносят тот национально-исторический колорит, присущий любому общественно-политическому явлению, да, и выражают, как ни что лучше, менталитет народа. Ну, мы посмотрим, тут я буду приводить некоторые метафоры позже. Вот здесь просто написаны некоторые примеры, да, обратите внимание, что в английском языке слово Brexit, который тоже является, можно сказать, новым для понимания, а для вообще языковой системы, оно воспринимается уже как, ну, оно действительно вошло в Оксфордский словарь, например, английского языка, и в другие, возможно, словари, то есть оно воспринимается уже как часть узуса, как часть, в общем-то, неразрывная часть даже, может быть, и сознания англичан, вот, потому что вы видите, что он уже дело решённое, да, Brexit is done, solved и так далее, вот, и сейчас он должен, не должен быть предан истории, или, наоборот, сейчас он уже воспринимается как история, то есть вот при переводе мы так или иначе для, вот, в целях прагматической адаптации, например, вот хотя бы на этих примерах видим, да, что, конечно, мы это слово тоже приспосабливаем, оно входит в русский язык, да, и таким образом мы передаём национальный колорит. А вот последнее, оно интересное тоже такое, такое предложение, да, Little Englanderism, тоже относительно новое введение в английском языке, то есть, ну, оно не новое, оно вот просто связано с тем, что люди выражают свою, что это, в общем-то, термин негативный, да, и, соответственно, выражает вот национализм, ура, патриотизм, возможно, англичан. Можно следующий слайд, пожалуйста. Далее я бы хотела рассказать о, буквально в двух словах, вы видите, значит, первое, что у меня было заявлено, это неологизмы, в основном морфологические неологизмы в сфере Brexit, да, они состоят, естественно, из составляющих, как оставаться, уходить, leave, remain, Britain, Europe и так далее. Вот основные четыре этих компонента, которые входят в состав новых, в состав неологизмов, образованных на их основе, да, ну, естественно, мы понимаем, что в медийном дискурсе, если мы его воспринимаем как основной, то эта упрощенная форма и понятное содержание, конечно, создают нам возможность использовать этот языковой номинант в русском языке, но, к сожалению, вот, тем не менее, возникает необходимость в описательном переводе, потому что те слова, которые мы видим, да, они требуют адаптации на русский язык, и в русскоязычной политической культуре мы, конечно, калькируем в основном эти понятия, поэтому говорить о том, что они приживутся вот в том виде, в котором мы их видим в английском языке, это еще рано, и, скорее всего, такого, наверное, не будет. Следующий слайд, который я хотела показать, это вот, собственно говоря, в чем причины прагматической адаптации. Наверное, первое, это, как вы видите, то, что, конечно, в русском языке эквивалентов устойчивых нет большинству реалий, а здесь важно отметить, что нам при переводе надо учитывать и семантическое содержание, и, то есть, значение определенного понятия, и коннотативное содержание, то есть, национально-историческую окраску. Именно достижение, вот, баланса между этими двумя составляющими будет составлять адекватный перевод. Так, дальше. Ну, и, соответственно, для преодоления асимметрий, которые могут возникать на семиотическом уровне, мы предлагаем адаптацию и, соответственно, переводческие стратегии, которые вытекают из этого, начиная от, они известные, конечно, всем, начиная от транслитерации и транскрибирования, и, соответственно, скорее всего, в большинстве случаев это интерпретативный перевод, то есть, описательный перевод, как уже об этом говорилось, о том, что новые реалии, они, конечно, требуют зачастую и сносок, и комментариев, и, конечно, важно при этом учитывать прагматическое воздействие на адресата. Это понятно, что коммуникативный эффект, конечно, он тоже достигается с помощью правильно выбранной стратегии. К вопросу, следующий слайд будет к вопросу о том, что, значит, вот в самом определении реалии, о котором мы говорили в начале, мы говорили о том, что это местное явление. Вот насколько оно местное? Здесь я просто провела исследование, и вы видите, что на самом-то деле явление выхода, дезинтеграции, распада, оно на самом деле является глобальным, потому что вот те страны, которые здесь обозначены, это всё тоже новообразование, которое свидетельствует о тенденциях, которые существуют в различных, не только в англоязычном сообществе. И поэтому эти понятия, ну, тут они, в общем-то, можно, они тут переведены для вас, чтобы показать, что наиболее традиционные способы транслитерации, транскрибирования, и калькирования, конечно, здесь не будут уместными, поэтому описательно-пояснительный перевод, иногда требующий детального описания и детального анализа входящих в него компонентов, конечно, здесь неизбежен. Кто-то может сказать, что, возможно, эти выбранные данные, неологизмы, производные от Brexit, они, возможно, являются и оказионализмами, возможно, они недолговечны. Я думаю, что это, конечно, покажет время, потому что еще сложно говорить о том, что эти слова именно приживутся в английском языке, ну, тем более говорить о том, что они приживутся в русском, конечно, наверное, еще рано. Однако, да, спасибо, да, можно следующий слайд. Однако я хотела сказать о том, что словообразовательная модель Brexit, она все-таки успешна и довольно популярна. Теперь переходим к историческим Brexit-реалиям. Обратите внимание, что здесь выделены, ну, в основном, более часто встречающиеся в процессе выхода Великобритании слова. И, конечно, вот без знания определенных исторических реалий, в частности, вот полномочия, как вы видите, да, дословный перевод Генриха VIII, это в русском языке, наверное, для широкой аудитории, широкой аудитории ничего, собственно, не говорит, ни о чем не говорит, да. Поэтому здесь та культурно значимая информация, которая содержится в данных лексемах, она, естественно, детерминируется историческим лингвокультурным потенциалом. И здесь, как вы понимаете, не обойтись без сносок, о которых я говорила выше, комментариев, примечаний, что, в общем-то, да, делает перевод, с одной стороны, нагруженным, но, с другой стороны, они необходимы для письменного перевода, в частности, да, поскольку они расширяют фоновые знания получателя и необходимы для адекватного понимания. Следующий слайд будет у меня посвящен... Следующий слайд – концентрализация понятия Brexit. Здесь вы видите о том, что, значит, в основе данного политического события есть общие дискурсообразующие темы, темы как сторонников, так и противников выхода. Три составляющих и, соответственно, лексика, связанная с выходом Великобритании, она вот и делится, можно так её разделить на три эти составляющие. Но есть и общие темы. Общая тема, поскольку событие беспрецедентное, новое для, как для британцев, так и для других стран, то вот непредсказуемые последствия, которые с этим связаны, они отражаются в таких словосочетаниях, как прыжок в темноту, вступление в неизвестность, густой туман и так далее. То есть, ну, надо понимать, что, в принципе, это воспринималось всеми одинаково, потому что событие само по себе было необычным. Но, с другой стороны, у сторонников и противников тоже выявлялись разные стратегии. И если у сторонников Brexit больше, так сказать, положительный образ возникал, а Великобритании, и сейчас мы везде видим в статьях это понятие Global Britain, то у противников вот наоборот, так сказать, было связано это с тем, что большие будут риски и так далее. Значит, в следующем слайде я хотела сказать о метафоричности, потому что, чтобы понять особый статус Великобритании в Европе, надо обратиться к тем метафорам, к тем устойчивым словосочетаниям, возможно, клише, которые уже охарактеризуют место этой страны в Европе. И ее исключительность, exceptionism, как говорят англичане, это тоже показатель, в общем-то, национального менталитета. И вот тут у меня приведены разные, в общем-то, метафоры, связанные с ее ролью. Ну, конечно, во-первых, это в первую очередь о том, что она держится в стороне, вот это stand-off role, можно сказать, о том, что она является awkward partner, это тоже устойчивое за ней, так сказать, закрепилось выражение, и требует она, требует тоже, так сказать, осмысления данное словосочетание. Вот такие метафоры, как pick and choose approach, или вот самое интересное, you can't have cake and eat it, это связано, или the best of both worlds, связано с тем, что в русском языке тоже не совпадает образ данного пирога, который можно взять и есть одновременно, да, ну, и сами англичане тоже, так сказать, иронично воспринимают эту метафору, но мы в русском нейтрально ее переводим, нельзя иметь все сразу, да, нельзя усидеть на двух стульях, вот у нас здесь немножко образы не совпадают. А вот что касается восприятия Брюсселя, как мальчика для битья, то здесь, наверное, в принципе, этот образ у нас совпадает. Но я не буду останавливаться на всех, скажу, что есть, значит, метафоры механические, так называемые, как сами англичане говорят, да, то есть место Великобритании, оно распринимается как, ну, либо мост, либо балансер, либо какой-то глобальный центр и так далее. То есть, с одной стороны, механические, то есть, что свидетельствует о том, что Великобритания не играет какой-то особой роли, да, а всего лишь является вот определенным компонентом. Второй момент – это то, что Великобритания связана, что английский язык связан с морской терминологией, вот и страна, the country adrift offshore, да, то есть offshore, как в открытом море, балансер, да, тоже свидетельствует о том, что взято и из морской терминологии многое. Многое и есть также и метафора, связанная с находиться между молотом и наковальней. Обратите внимание, что, конечно, не совпадает с английским языком, потому что эта метафора, точнее, извините, является стертой, и она в медийном дискурсе очень часто, к ней очень часто обращаются, потому что вот between Trump, between COVID-19 and Brexit и так далее. И очень много можно привести здесь примеров, это только некоторые из них, но хочу сказать, что к ней очень часто обращаются, потому что она является довольно частотной. Да, и последнее вот на этом слайде вы видите именно метафоры, связанной с Brexit, то, как он воспринимался. Он воспринимался, ну, во-первых, как процесс очень сложный, да, как полет на Луну, тут одно из сравнений. Дальше это то, что, как тоже, что делать покупки онлайн, совершать доставку, и отсюда выражение «to deliver Brexit». Вот, это и бракоразводный процесс, вот, урегулирование экономических отношений, и такие выражения, как «Brexit divorce bill», «Brexit divorce» и так далее. Ну и, наконец, интересно то, что даже настолько процесс казался сложным, что его сравнивали с хирургическим оперативным вмешательством. Тут тоже надо это отметить. Есть и чисто, значит, метафоры типа, вот, выход из гольф-клуба, это чисто английская метафора, а есть и другие, которые привнесены и другими народами. Ну и, наконец, подходя к выводам, я хочу сказать о том, что при переводе, при, точнее, прагматической адаптации важно учитывать, что с одной стороны у нас есть задача сохранить колорит этих реалий, а если мы стремимся сохранить колорит путем транскрипции и транслитерации, то тогда мы, конечно, это может нанести ущерб смыслу, и коммуникативная задача перевода не выполнится. А с другой стороны, мы можем, исходя из наших стратегий, выбрать интерпретацию калькирования, и тогда сможем максимально полно содержать, максимально полно сохранить семантический смысл, но при этом не сохраним национальный колорит. Значит, подводя итог, хочется сказать, что переводчик должен находить баланс между этими двумя стратегиями и по возможности стремиться их учитывать. У меня всё. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня есть вопрос, Диляра Кудуссовна. Пожалуйста. Вопрос. Вот в английском языке появился новый глагол to Megan Markle. Да? Да. Каким образом лучше его переводить? Сохранением колорита, как вы сказали, да, с Megan Markle, либо объяснять, скажем так, негативную коннотацию данного глагола. Даже Guardian уже рекомендации выпустил о том, как лучше переводить, интерпретировать данный глагол. Какие-то новые оттенки, значения ищут в этом выражении. Спасибо большое. Ну, я думаю, что этот перевод будет зависеть. На самом деле, поскольку устойчивого варианта нету, да, это вот все, что связано с словами, которые привнесены в основном средствами массовой информации, я думаю, что надо учитывать прагматический аспект. То есть на кого мы рассчитываем наш перевод, да, целевую аудиторию и, собственно говоря, в каком мы, в стилистический жанр нашего перевода. Поэтому здесь это два важных фактора, которые играют решающую роль. Потому что не всегда сноски, комментарии, примечания будут уместны в переводе. Да, поэтому, возможно, для сохранения вот именно национального колорита, да, я в какой-то степени согласна с этим. Но, с другой стороны, мы помним, что, в общем-то, у нас нормы нашего русского, стиля русского языка иногда, в общем-то, не допускают какие-то моменты. Поэтому здесь все-таки не всегда это возможно. И вот надо ориентироваться именно на потребителя в данном случае. Спасибо. Будут ли еще какие-то вопросы, коллеги? Если нет, то мы переходим к следующему докладу. В следующем докладе мы хотели бы обратиться, наверное, к речи нынешнего президента США, Байдена. И докладчик Ирина Александровна расскажет нам о передаче стилистических средств и приемов. Вот он уже, так сказать, у нас есть. Пожалуйста, Ирина Александровна, вам слово. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Меня хорошо слышно? Отлично. Вашему вниманию представляется доклад, в котором мы осветим особенности передачи в переводах на русский язык стилистических средств, использованных в выступлении оратора. Материалом нашего исследования послужили инаугурационная речь нового президента США Джозефа Байдена и ее письменные переводы на русский язык. Задача исследования состоит в проведении лингвостилистического анализа, использованных в оригинальном выступлении фонетических, лексических и синтаксических приемов. Аналогично мы проанализировали тексты переводов инаугурационной речи на русский язык. Целью исследования является проведение сопоставительного анализа текстов оригинала и переводов в лингвостилистическом аспекте с отслеживанием переводческих трансформаций. Несмотря на то, что инаугурационные выступления представляются аудиторией в устном формате, известно, что текст выступления заранее готовится протокольной службой в письменной форме, тщательно выверяется и проходят многочисленные согласования. Таким образом, в инаугурационной речи нет случайных слов, образов и риторических приемов. Она характеризуется целым рядом отличительных особенностей, в том числе и на стилистическом уровне. С учетом этого, особую важность приобретает способность воссоздать в переводе на другой язык стилистические тонкости оригинала таким образом, чтобы текст не утратил свой прагматический потенциал. В качестве материала для исследования перевода речи Байдена на русском языке мы отобрали три полных текста перевода, представленных в сети интернет. Все три перевода обладают разным уровнем качества, не всегда достаточно высоким, что будет рассмотрено при анализе переводов. Но сперва предлагаем обратиться к статистическим данным, которые были получены в результате лингво-стилистического анализа оригинала. Мы установили, что в речи доминируют стилистические средства синтаксического уровня, в заметном объеме также присутствуют лексические средства и реже всего встречаются фонетические приемы. На следующем слайде представлена количественная репрезентация стилистических приемов оригинала в развернутом виде. Как мы видим, на первом месте по частотности стоит анафора, но надо отметить, что и иные синтаксические повторы, представленные в оригинале, достаточно широко. Стилистический эффект повторов заключается в придании повторяемому слову особой важности, а размещение повторяющегося слова в фиксированной позиции еще более усиливает необходимый акцент. Мы отметили высокий уровень воспроизведения в переводе синтаксических приемов оригинала, так как передача синтаксических конструкций, как правило, не требует от переводчика долгого поиска решения. Предлагаем рассмотреть, как синтаксические приемы оригинала реализованы в переводах на русский язык. Здесь мы представили подборку основных видов повторов, которые встречаются в оригинале. Примеры доказывают, что воспроизведение синтаксических повторов в переводах не вызывает сложностей. Переводчики воссоздают данные приемы, четко следуя структурам оригинала, что сохраняет и ритмичность речи, и придает драматическое напряжение выступлению. Как мы уже отметили, в оригинале часто задействован прием антитезы, которая за счет созданного контраста понятия усиливает эмоциональное воздействие на публику, формирует критическое отношение к прошлому и позитивный взгляд в будущее. Для наглядности приводим несколько примеров из оригинала и перевода в виде сопоставительной таблицы. Из примеров видно, что переводчики без труда сохраняют семантическое противопоставление, в редких случаях прибегая к функциональной замене. Таким образом, примеры подтверждают, что передача антитеза технически и стилистически возможна. В среде фонетических средств в оригинале явно преобладает алитерация, которая в переводах абсолютно не сохранена. На наш взгляд, переводчики вынуждены прибегать к опущению, так как подбор в языке перевода эквивалентов, начинающийся с аналогичных букв, а значит звуков, не всегда целесообразен с позиции соотношения затраченного времени и возможного стилистического эффекта. Несмотря на то, что переводчики прибегают к пословному переводу, мы считаем, что теоретически передача алитерации в переводе могла бы быть возможна. Данные фрагменты оригинала можно использовать на занятиях по практике перевода для отработки навыков передачи фонетических приемов в переводе. Ну и, конечно, не обойтись без рассмотрения показательного примера метафоры, которая всегда придает особый стилистический колорит политическому дискурсу. Как известно, функции убеждения манипулирования, типичные для ораторских выступлений, реализуются за счет использования в тексте именно этого стилистического средства. Чем ярче нетривиальные метафорические образы, тем больший эффект звучащий текст может произвести на аудиторию. Особенностью периода, на который пришлась инаугурация Байдена, стала пандемия, что неизбежно повлияло на стилистические характеристики текста, а именно привнесло в него морбиальную метафору. Рассмотрим, как коронавирус метафорически представлен в одном из фрагментов оригинала. В примере присутствует, как мы видим, метафора, когда вирус уподобляется живому существу, которое шествует по стране. В первом переводе стилистический прием сохраняется, но за счет использования лексемы «поражает» меняется сфера источники, за чего метафора приобретает уже милитарный характер. И мы читаем «вирус, который бывает один раз в столетие, безмолвно поражает страну». Во втором переводе также сохраняется персонифицированный образ вируса, но метафора в этом переводе, благодаря включению слова «преследует» уже относится к криминальной сфере. Вирус, который бывает раз в столетие, преследует нашу страну. Несмотря на то, что третий перевод также базируется на метафорическом образе вируса, этот вариант представляется нам не вполне адекватным, так как переводчик трансформирует эпитет и тем самым искажает смысл оригинала и в целом создает противоречие существующим реалиям вирус, который раз в столетие незаметно преследует страну. Целая метафорическая передача образа вируса на русский язык, как правило, осуществляется с достаточной точностью. Несмотря на то, что происходит замена сферы источника, персонификация вируса в переводах сохраняется. Достигается необходимый прагматический эффект, так как подобное олицетворение является понятным для представителей иных культур, оказавшихся в схожих эпидемиологических условиях. При этом мы наблюдаем, что при переводе данной метафоры в рассматриваемых переводах переводчики прибегают к семантическим модификациям, конкретизации, опущению и некоторой эмфотизации. Воспроизведение стилистических приемов особенно при передаче приемов синтаксического уровня, так как создание на языке перевода аналогичных конструкций не требует от переводчика больших усилий. При этом переводческие методы компенсационного пословного перевода чаще всего используются в отношении фонетических средств, так как поиск в языке перевода лексем, формирующих аналогичную литерацию, занимает немало времени. А этот фактор может стать критическим, если перевод выполняется в срочном порядке и необходимо презентовать материал, пока он актуален и интересен аудиториям. В целом, данные переводы, на наш взгляд, не отличаются очень высокой точностью передачи стилистических приемов оригинала. Предположительно, мы можем это объяснить тем, что переводы подобных материалов осуществляются, во-первых, группой переводчиков, а во-вторых, в условиях, когда временной ресурс настолько лимитирован необходимостью срочно презентовать материал, что времени уделять передаче стилистических средств иногда просто нет. Очевидно, что в таких условиях переводчик в первую очередь стремится донести смысл оригинала, пренебрегая уже стилистическим оформлением текста. Тем не менее, такие переводы интересны в обучающем плане. Они могут быть использованы на занятиях в вузах для осуществления разбора перевода и проведения его сопоставительного анализа с оригиналом, а также поиска собственных вариантов перевода, более полно передающих стилистическое оформление первоисточника. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое докладчику, Ирина Александровна. Если есть какие-то вопросы, коллеги, можно задавать вопросы. Если позволите. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос, который, в общем, изначально возник еще при просмотре программы нашей, да, вот секции. Вы говорите о передаче стилистических средств, да? Скажите, пожалуйста, и, собственно говоря, да, мы это замечательно все увидели в вашем докладе. У меня вопрос такой, если хотите, телеологического плана. А зачем, в принципе, в переводе передавать средства стилистические? Потому что нас как бы вот учили классики жанра, да, что в переводе мы должны передавать, прежде всего, коммуникативные интенции, содержательную сторону, так сказать, действительно дух какой-то текста, да, потому что это торжественность. А зачем передавать средства в переводе? И, так сказать, не являются ли вот наблюдения ваши, в частности, там, то, что вот пренебрегает переводчика литерацией, да, еще какие-то там моменты. В результате просто банальной межязыковой асимметрии и отчасти, если хотите, межкультурной. Вот такой вопрос. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Он действительно интересен, он проблемен по-своему. Что я могу здесь ответить? Ну, вообще, моя жизнь, научная жизнь всегда была связана с переводом лингво-стилистических вот этих всех приемов. Исследовали санеты Шекспира и вообще художественную прозу и поэзию. И, знаете, на самом деле очень много теоретической литературы, которая посвящена именно переводу стилистических приемов. Существуют специальные техники, как это переводится. Но вы задаете вопрос, а зачем это делать? Ну, если мы говорим о художественных произведениях, тут понятно, да, то есть все-таки нужно сохранить вот это художественное слово. Поэтому пытаемся как можно более точно воспроизводить и метафоры, и сравнения, и синтаксические фигуры речи и так далее. Инаугурационная речь – это уже, конечно, публицистика, да, это другой жанр, но, тем не менее, определенные стилистические приемы здесь тоже присутствуют. И все-таки, если мы говорим о прагматическом эффекте, да, который данная речь должна возыметь, то почему мы должны в русском языке исключать стилистические приемы, если их возможно передать, допустим? Да, извините, я понял, просто, видимо, мы ни друг друга не поняли на уровне терминологии. Дело в том, что мы их не должны исключать, но дело в том, что у нас могут быть другие приемы, которые позволяют достичь той же цели. Мы не передаем приемы английского языка обычно в переводе, да, а мы используем свои русские, которые действительно должны быть нацелены на тот же коммуникативный эффект. Здесь я с вами на все сто процентов согласен, да, видимо, просто непонимание возникло на уровне терминологии, потому что мы обычно приемы не переводим, мы переводим какую-то реальность. Все, спасибо, я получил ответ на вопрос, спасибо. Спасибо, я поняла вас. Коллеги, есть ли еще вопросы к Ирине Александровне? Спасибо, Ирина Александровна, за ваш доклад, потому что тема, она будет всегда актуальна, не только в связи с приходом президента Байдена, но и других, возможно, президентов и политиков, потому что, в общем-то, тема будет оставаться по-прежнему. Если позволите, перейдем, наверное, к следующему докладчику. И темой нашей немножечко мы отходим от прагматических проблем, переходим мы к синхронному переводу и будем говорить о компрессии, всем известном приеме в синхронном переводе и практикующим переводчикам, и тем, кто занимается теорией. Дарья Валерьевна, прошу вас, доклад, подготовленный с Мариной Евгеньевной-Коровкиной. Вам слово. Да, добрый день, спасибо. Наша статья посвящена исследованию компрессии в синхронном переводе. Речевая компрессия – это неотъемлемая часть коммуникации. Человеческому сознанию свойственно стремление к экономии усилий и ресурсов для передачи мысли, что, собственно, и отражается на использовании языка и речи. В синхронном переводе переводчик также постоянно прибегает к компрессии. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли право переводчик самостоятельно решать, использовать ли компрессию как стратегию, либо же ее использование навязывается жесткими внешними факторами и самой когнитивной природой синхронного перевода. Рассмотрим кратко историю вопроса. Гелий Васильевич Чернов под компрессией понимает экономию речи языковых средств для выражения одного и того же содержания. Линвисон также говорит о необходимости компрессии в синхронном переводе, так как умение сокращать текст – это один из ключевых навыков синхронного переводчика. Суть речевой компрессии – это лаконичная передача информации, но она не должна нарушать передачу инварианта смысла сообщения. Важный признак компрессии – все опущенные части должно быть легко логически восстановить, иначе можно говорить о коммуникативной неудаче. При рассмотрении природы компрессии важно учитывать два фактора – это скорость речи оратора и структурно-выразительные особенности исходного языка и языка перевода. Как правило, при переводе с английского языка на русский язык, вне зависимости от темпа речи, мы используем смысловую компрессию. При переводе в обратную сторону, с русского языка на английский язык, при невысоком темпе речи мы обращаемся к структурно-языковой компрессии, если же темп речи довольно высокий, мы используем также и смысловую компрессию. Для подтверждения нашей теории мы рассмотрим несколько примеров, взятых из перевода выступления Терезы Мэй и Сергея Лаврова на 72-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этом примере мы видим, что переводчик объединил предложения первое и второе и передал только основную мысль, что может свидетельствовать о смысловой компрессии. Также в предложении 2 переводчик опустил одно предаточное предложение и применил лексическую компрессию, опустив в переводе слово faith, так как по сути в данном контексте оно является синонимичным словом confidence, и все это указывает на лексическую компрессию. В следующем отрывке мы видим, что переводчик в первом предложении опускает слово recognize из ряда двух синонимов, так как по сути здесь оно не несет важной информации. Этот пример можно рассматривать как пограничное использование структурно-языковой компрессии и смысловой компрессии. Также в начале второго предложения переводчик заменяет все вводные конструкции одним словом на пример, что является примером использования смысловой компрессии. И здесь также можно увидеть пример использования структурно-языкового вида компрессии, когда сложно подчиненное предложение переводчик изменил и трансформировало его в простое. В этом отрывке мы видим примеры как структурно-языковой компрессии, так и смысловой. В предложении 1 переводчик заменяет предаточное предложение that we share на дополнение для нас всех. В предложении 2 переводчик также значительно упрощает структуру предложения в начале, трансформируя его в простое предложение. Для этой системы есть правила. В целом стиль перевода можно характеризовать как телеграфный. Переводчик чаще использует простые предложения, короткие, для того, чтобы успеть за быстрым темпом оратора. В предложении 2 мы также можем увидеть и структурно-языковую компрессию. Например, переводчик не дает полного названия Парижского соглашения об изменении климата, так как оно является одним из самых известных соглашений по этой теме. Далее, для того, чтобы продемонстрировать использование компрессии в переводе с русского языка на английский, мы рассмотрим пример из выступлений Сергея Лаврова. В этом отрывке мы видим в основном структурно-языковую компрессию, так как перевод осуществляется с русского языка на английский язык, и темп речи не очень высокий. За счет имплицитности английского языка, словосочетание «содействие» и «установление» переводчик смог передать при помощи только одного слова «promoting». Также все предаточные предложения были трансформированы в простые, что облегчает задачу перевода и, что более важно, облегчает восприятие текста слушателям. Здесь можно также уточнить, что компрессии используются наряду со стратегией линейности. В отрывке есть и пример вербализации. Словосочетание «о недопустимости вмешательства» переведено как «it is unacceptable to interfere», а слово «непризнание» и «does not accept». В целом перевод получился более лаконичным, чем оригинал. Важно отметить, что в рассмотренных нами примерах по большей части проявляется структурно-языковая компрессия. Для выявления примеров смысловой компрессии необходимо анализировать переводы речей с более высоким темпом и без зрительной опоры. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в переводе параллельно используется как структурно-языковая, так и смысловая компрессия. И слияние этих двух видов происходит при быстрой скорости речи. Переводчик старается передать основную мысль, когда он не успевает за оратором, и поэтому мы можем считать, что такой вид компрессии навязан внешними факторами коммуникативной среды. Это своего рода когнитивный механизм синхронного перевода наряду с инферированием и вероятностным прогнозированием обусловленной самой когнитивной природой перевода. Структурно-языковая компрессия возможна благодаря особенностям исходного языка и языка перевода. Например, переводчик может опустить один из синонимов или же трансформировать предложение. Такой вид компрессии, скорее всего, представляет собой ситуативно обусловленную переводческую стратегию. Спасибо. Спасибо докладчику Дарье Валерьевне и Марине Евгеньевне за подготовленный вами доклад. Будут ли какие-то вопросы, касающиеся проблем синхронного перевода, в частности, компрессии и еще, возможно, каких-то нюансов, может быть, какие-то комментарии от практикующих переводчиков? Если вопросов пока не возникло, то позвольте перейти, наверное, к следующему докладу. Андрей Юрьевич будет нам докладывать. Мы опять продолжаем тему синхронного перевода. На этот раз будем говорить о дискриминативном восприятии синхронного перевода. Я предоставляю слово Андрею Юрьевичу. Пожалуйста. Большое спасибо за предоставленное мне слово. И ирония судьбы в том, что мое сообщение связано с двумя предыдущими, только в разной степени, потому что я также буду говорить о синхронном переводе, правда, об особой его разновидности, синхронный перевод на телевидении и, собственно, в интернет-телевидении, потому что потоковые трансляции – это фактически телевидение, только передающееся по иным каналам связи. И в то же время материалом для этого исследования послужило как раз то, о чем говорилось в выступлении моей коллеги, что называется «минус один», то есть предпредыдущим. Это перевод, только перевод не письменный, а перевод синхронный для телевидения разными каналами инграционной речи Байдена. Точнее, в общем корпусе исследования у нас, в принципе, трансляция, так сказать, всех мероприятий вот этого дня, мероприятий, которые на Капиталистском холме, я имею в виду, проходили, но конкретно мы изучали непосредственно вот ту часть его, которая связана с синхронным переводом речи инграционной Джо Байдена. Итак, очень краткий экскурс в то, что собой представляет, собственно, синхронный перевод для телевидения и потоковых трансляций. Считается, что он является разновидностью аудиовизуального перевода, по крайней мере, большинству авторов, и вот здесь цитируется один из наиболее таких значимых, известных авторов, и в Гамге выделяют несколько таких видов перевода. Всего у него там аж 13, по-моему, видов аудиовизуального перевода, но так или иначе они могут быть сгруппированы вокруг вот этих вот четырех. Subtitling, субтитрированный, dubbing, дубляж, interpreting, собственно, устный перевод и voiceover, самое сложное для перевода на русский язык название вида технологии аудиовизуального перевода. Это, в общем, лучше всего переводить, наверное, как перевод для закадрового озвучивания. А есть еще способ и дальше их объединить, скажем, вот dubbing, interpreting и voiceover. Это все те виды аудиовизуального перевода, которые могут объединяться в такую группу, называемую revoicing, или как вот я предлагаю в своей статье, посвященной типологии аудиовизуального перевода в средствах массовой информации, называть все это звуковыми или звучащими формами передачи содержания. А, соответственно, субтитрирование – это то, что подпадает под категорию captioning, то есть графические формы передачи вербального компонента исходного сообщения. Вот на этом слайде вы видите такую достаточно пространную, но в то же время очень полезную схему того, как аудиовизуальный контент, точнее, опять же, его вербальный компонент подвергается операциям переводческим в средствах массовой информации аудиовизуальных. Здесь, как вы видите, разные схемы есть. Дубляж используется, сразу скажу, крайне-крайне редко, поскольку это, в общем, такой вид аудиовизуального перевода, который преимущественно, если не тотально, используется в художественном кино, в том, что называется fiction TV, а на телевидении, как в СМИ, используется, в общем, то, что называется voiceover, если нам нужно заменить дубляж, то есть докадровое озвучивание, когда мы слышим все-таки фоновый звук оригинала. Но мы поведем речь именно о синхронном переводе, или точнее о том, насколько данный вид перевода аудиовизуального безошибочно опознается реципиентом, то есть тем, для кого, собственно, он и предназначен. Значит, устный медиаперевод, вот я предлагаю такой термин в качестве соответствия английского media or broadcast interpreting, это, на самом деле, явление не такое уж новое, да, потому что еще в 30-е годы 20-го века, накануне Второй мировой войны, известные переводчики Андрей Каменкер, Ханс Джейкоб синхронно переводили речи Адольфа Гитлера, соответственно, для французского и британского радио. Конечно, здесь мы речь не ведем об аудиовизуальном переводе, да, это вот то, то общее между ними, что составляет основу вот этого медиа или СМИ перевода устного. Затем, собственно говоря, уже в аудиовизуальную эпоху, то есть когда появляются вот эти вот регулярные, не киноносители, а именно телевизионные или сходные с ними аудиовизуальные СМИ, этот перевод все чаще и чаще используется прежде всего всякий раз, когда нам нужно организовать то, что по-английски называется live coverage, то есть прямые трансляции. И интересно, что в этом смысле, если хотите, в типологическом, в таксономическом смысле устный медиаперевод занимает промежуточное положение, он одновременно является и вариантом синхронного перевода, но, конечно, не конференц-перевода, потому что аудитория его совершенно иная. Это очень широкий, иногда малопрогнозируемый круг рецепиентов, зрительская аудитория. И, с другой стороны, он, естественно, составная часть аудиовизуального перевода, потому что сопровождает в качестве вербального компонента звуковой дорожки определенный видеоряд. Ну, о сфере применения я уже сказал, поэтому здесь вот просто покажу вам этот слайд и не буду дальше отнимать ваше время озвучиванием, перейду, собственно, к той проблематике, которая послужила, если хотите, таким, ну, провоцирующим моментом нашего исследования, гипотезой. Есть два основных вида вот как раз звучания перевода на телевидении и в потоковых трансляциях, это, собственно, синхронный перевод, когда мы все-таки слышим где-то в глубине, как говорят по-английски, in background, да, слышим оригинальную звуковую дорожку, да, на нее накладывается звук от исходящего синхронного переводчика. И то, что я уже сказал, называется voiceover, или перевод для закадрового озвучивания, когда этот перевод выполняется письменно, а затем он начитывается, это тех, редактируется и начитывается актером, журналистом, специальным диктором, по-английски это так и называется voiceover actor, да. Соответственно, для нас представляла на вот этом этапе большой интерес как раз такая проблема, а насколько зритель способен, собственно, осознать это синхронный перевод, да, то есть он осуществляется в режиме реального времени, да, и, соответственно, сопровождается всеми теми сложностями, трудностями, особенностями, которые и составляются синхронный перевод вообще, а на телевидении особенно. Или же это действительно переозвучка, что называется, да, то есть наложение такого вот этой звуковой дорожки на уже манипулируемый какой-то видеоряд. Пилотный эксперимент перцептивный как раз и ставил перед собой такую задачу, а также задачу получения комментариев относительно такого воспринимаемого качества этого перевода. В нем приняли участие 29 человек, причем сразу скажу, что было очень сложно выбирать информантов, потому что мы принципиально не могли привлекать в качестве информантов людей, которые в той или иной степени имеют отношение к переводу, да, вообще, и способны во многом, ну, скажем, я думаю, что профессиональные синхронисты, я вот самым являюсь, я, как хочется верить, почти безошибочно могу отличить синхронный перевод, реальный, да, от перевода уже такого вот переозвученного, что называется. Поэтому на всякий случай мы исключили всех людей с лингвистическим еще образованием. Вот видите, это взрослые люди, да, у которых, естественно, научное, техническое, гуманитарное высшее образование. Им предъявлялись вырезанные, то есть, что называется, рандомно такие отобранные фрагменты синхронного перевода длительностью 1-2 минуты. И также было включено туда еще такое вкрапление, как дистракторы, да, то есть фрагменты перевода для закадрового озвучивания того же абсолютно материала. И, соответственно, опрос и анкетирование в форме альтернативного выбора и каких-то дополнительных комментариев. Ну, вот здесь как раз источники. Мы нашли шесть, ну, семь даже, давайте так скажем, потому что седьмой – это просто вот то, что переводы для заказового озвучивания. Шесть синхронного перевода для российских телеканалов. Да, я тогда не буду, тем более, что у нас технические сложности. Хотел вам продемонстрировать примерно, как это выглядит все, но боюсь рисковать теперь, а то еще и этот экран у нас исчезнет. Поверьте на слово, что они все не похожи на самом деле. Вот. Мы предъявляли их, как я уже сказал, нашим испытуемым. Как вы видите, в целом процент верной идентификации достаточно высокие – 72%, но отнюдь не 100%. Есть как ложное принятие, то есть когда люди говорили, что да, это синхронный перевод, а на самом деле речь шла как раз об этом переводе для заказового озвучивания, так и ложное отклонение. То есть утверждали, что это не может быть синхронным переводом, слишком уж это гладко и хорошо. И вот, посмотрите, я сделал такую небольшую выдержку, чтобы было понятно, на какие субъективные моменты во многом наши слушатели, или зрители ориентировались. Некоторые говорят, с таким голосом дикторов не бывает, это точно переводчик, значит, это синхронный перевод. Или, например, вот такое интересное умозаключение. Если бы это была озвучка, то ее делал бы мужчина. Ну, озвучка – это не мой термин, это термин, собственно, респондента, потому что мужчину должен озвучивать мужчина, а не женщина. Вот еще комментарий по поводу. Она запинается, сходу переводит, значит, или у нее напечатано неразборчиво. Где у нее напечатано, я не знаю, что это за логика. Может быть, человек имел в виду, что у нее есть текст, который она озвучивает, и вот он как раз напечатан неразборчиво, поэтому она запинается. Вот. Слишком гладко все, значит, читает. Это как раз выбор в пользу как раз вот этого самого перевода для заказового озвучивания. И вот самый мой любимый ответ. Сейчас такие переводчики, что не поймешь. Ну, вот так вот. Благодарю вас за внимание. Немножко с техническими такими неурядицами. Надеемся, что в следующий раз будет попроще это все и получше. Не знаю, почему это получилось, потому что регулярно, пользуясь Zoom, никаких проблем с демонстрацией не было. Есть ли ко мне вопросы? Если позвольте, Андрей, у меня вопрос. У меня вопрос скорее такого терминологического плана. Интересно ваше мнение. Сейчас появляется очень много новых названий, видов перевода, как-то локализация, транскреация, трансадаптация и так далее и тому подобное. И многие переводы, в частности, люди, занимающиеся устным переводом, считают, что мы просто множим сущности таким вот терминологическим разнообразием. Что суть перевода, когнитивная, скажем так, суть перевода, она остается той же самой. На ваш взгляд, эти все термины имеют место быть в нашей реальности? Либо мы говорим об одном и том же? Просто возникшими наименованиями. Спасибо. Благодарю, Наталья. Не знаю, к сожалению, очень. Валерьевна, мы с вами неоднократно встречались. Да, да, да. Ну, я вот и бывает, забываю. У меня память короткая. Память устного переводчика. Наталья Валерьевна, большое спасибо за вопрос. Мне кажется, он очень по делу, очень толковый. Но у меня есть, если хотите, два не то чтобы варианта ответа, сколько я вижу в нем два аспекта. Первый аспект, вот то, что вы сказали, Наталья Валерьевна, что имеет ли это место быть? Да, это имеет место быть. Это очевидно, что они присутствуют, и транскреация, и локализация. Дальше второй вопрос. Это разновидности перевода или это что-то альтернативное переводу? И да, и нет. Например, если мы возьмем локализацию, да, то, безусловно, она может быть разновидностью перевода. Например, нам нужно перевести, так скажем, языковой контент сайта, да, чаще всего. Гранная обеспечивая. И мы работаем все-таки, опять же, с лингвистической составляющей вот этого проекта, да. Конечно, с учетом всех других, безусловно. Но в основном переводчик, кстати, в аудиовизуальном переводе то же самое, мы имеем дело все-таки с лингвистической стороной вопроса. Повторюсь, не забывая о экстралингвистической. Но локализация, например, может быть и непереводческой. Например, в рекламе очень часто, я такой пример часто привожу. Представьте себе, что, допустим, реклама какого-то автомобильного средства, да, транспортного средства, дорогого автомобиля, и изображена девушка такая, полуобнаженная, раскрашенная, там, или с каким-то необыкновенным вырезом. И его, это для Европы сделано, да, то же самое, машину нужно прорекламировать где-нибудь там, я не знаю, в Саудовской Аравии. Конечно, с девушкой наверняка будет очень сложно, да. И сейчас неважно, какой там текст. То есть если будет взята за основу изображения этой машины, то локализация, и в данном случае не переводческой, конечно, не языковой, будет смена изображения, согласитесь. Так что это термин, который может быть и внутри перевода, да, и рассматриваться как, для меня все-таки это, конечно, частный случай, я не понимаю, почему транскреация – это не перевод. Я тоже понимаю. Там, конечно, значительно. Я с вами согласна. Просто, понимаете, мне кажется, вот отношение людей, которые говорят, нет, это не перевод, это вот я сегодня был уже на другой конференции в своей альмаматуре в логистическом университете, и там, например, человек очень жестко говорит, вот есть перевод, а есть парафраз и есть еще там какая-то адаптация, да. Я думаю, что это все просто комиссарщина, потому что вот Велен Наомыч нам оставил это наследие, он говорит, есть перевод и есть адаптивное транскодирование. Вот такой термин, да, как вид межязыкового посредничества. Правда, кстати, я его очень внимательно читал, потому что он у меня лекции в свое время читал, и я ему сдавал экзамены. Так он мне так и не смог объяснить, какие формальные критерии для дифференциации, например, адаптивного транскодирования. Он описывает, что это может быть, да, но вот, грубо говоря, где та грань, где заканчивается перевод и начинается адаптивное транскодирование, он этого найти не смог. Я думаю, здесь абсолютно та же идея. Это только, так сказать, вот такая жесткая дифференциация только у тех, кто считает, что перевод – это, дальше беру в кавычки, максимально возможно точная передача. А когда их начинаешь спрашивать, хорошо, спасибо, мы поняли, а что такое точная передача, они вам на это ответить не могут. Вот такой момент. Не знаю, вы сейчас ли у меня ответили, но я ставлю. Но я думаю, это для дискуссии в дальнейшем. Конечно, конечно, конечно. И если позвольте, еще один вопрос прагматического плана, потому что я тоже занимаюсь и медиатекстом, и медиалингвистикой, и возникает всегда вопрос. Интенция говорящего, того же Байдена или каких-то еще, скажем так, лидеров, которые не созвучны позицией России по определенному вопросу. Необходимо ли нам сохранять интенцию говорящего, либо все-таки прибегать к каким-то формам культурно-прагматической адаптации и смягчать либо агрессию, скажем так, говорящего, либо ту позицию, которая для нас совершенно неприемлема. Спасибо. Вопрос не менее справедливый, чем предыдущий, на мой взгляд. Но хотелось бы уточнить. Вот это все, о чем вы говорите, где, в каком случае перевода. Потому что перевод переводу рознь. Это вы имеете в виду? Я думаю, что инагурационной речи это вообще не касается, потому что никакой агрессии там не было, понятное дело. Но это в какой ситуации перевода? Ситуация перевода, допустим, текстов, взятых из медиаресурсов. Для телевидения же, допустим. Для телевидения же, допустим. Для телевидения, не обязательно для телевидения. То есть вопрос, он такой общий. Нет, ну вот потому что, к сожалению... Операциональная составляющая. Да, но на него, к сожалению, так не получится ответить, потому что это зависит от того, для кого вы переводите. Никакого ведь не бывает, вот у нас вот говорят, перевода вообще. Кто ваша аудитория? Смотрите, помните, если эту знаменитую из Добникова, очень любит об этом говорить, о троциарном переводе, для третьих лиц. То есть перехват радиоголосов вы переводите не для того, для кого предназначен изначальный текст. И в этом случае, в общем, вы должны, конечно, ориентироваться на того, кому вы переводите. Я, конечно... Он типа коммуникативной ситуации зависит. Да, да, да. Мне кажется, что, конечно, все-таки лучшее из самосохранения максимально идти за оратором. То есть если вы понимаете, какая у него истинная коммуникативная интенция, то лучше ее никак не смягчать и не усиливать. Потому что некоторые, наоборот, еще подливают, что называется, масло в огонь, да? Желая продемонстрировать свое владение языком переводящим, еще и усиливают что-то, чего там не так было сильно. Вот. Но, безусловно, есть какие-то нормы, ну, скажем, в дипломатическом переводе, да, как-то не парадоксально. Помните этот скандал вокруг аннексия Крыма или присоединения Крыма, да, когда Штанмайера не так якобы перевели, а его перевели совершенно справедливо, потому что там был перевод в режиме реле, и переводчик, так сказать, уже получив из немецкого на русский вот этого соединения, он и дальше его там reunification на английский передал. Чем же он не прав? Он абсолютно прав. То есть речь идет о том, что параметры коммуникативной и так называемой реальной ситуации, которую вот я тут придумал называть метасредой перевода, да, они задают, конечно, какие-то определенные требования. Рамочные нормы для перевода. Хотя в целом, я думаю, что самая глобальная, она неизменна, как нас всех всегда классики жанра учили, не менять, максимально быть нейтральными, отзеркаливать это дело. Вот такая моя ответа. Благодарю вас за вопросы, очень ценные. Спасибо большое докладчику. Андрей Юрьевич, очень интересно. У меня, кстати говоря, вот один комментарий пришел на ум. В связи с тем, что и Наталья Валерьевна упомянула об интенции говорящего, значит, ну, чисто вопрос практического характера на занятии со студентами. Возник вопрос, перевод статьи, сейчас обращаемся к письменному переводу, с английского, да, таких, написано, значит, на английском, таких автократов, как Путин. И студенты, значит, в ступоре, собственно говоря, говорю, что такого? Ой, ну как же так, вот назвать Путина, нашего президента, вот таким словом? Нам сказали, это уже из другого языка, из другой кафедры, нам сказали, что так делать нельзя. И тут возник интересный вопрос, и я хотела его коллегам из нашей кафедры и, конечно, с вами, как со специалистами, обсудить просто. Мы вот приходим к тому, что мы должны в процессе обучения показать, да, ну, ту грань, которую можно или нельзя переходить, и вообще мы в этом вопросе к сущности перевода опять возвращаемся. Для меня лично, как для среднестатистического реципиента, скажем так, да, вот этой данной информации, ничего, этот, так сказать, ну, понятную негативную коннотацию, но слово автократ, которое на английском autocrat звучит, да, не вносит никаких, так сказать, дополнительных смыслов. Вот, но студенты решили, что вот, исходя из каких-то прагматических соображений дипломатических, то это слово надо избегать при переводе. А, видимо, существует и не только слово автократ, но, видимо, еще какие-то слова, может быть, целый список слов, да, которые они будут считать, что в целях политкорректности, да, видимо, нельзя употреблять. Вот здесь, конечно, нужно вырабатывать какую-то единую тенденцию, возможно, особенно в рамках, скажем так, единого вуза, когда на одной кафедре говорят одно, нет, вам так нельзя говорить, это запрещено, а на нашей кафедре, я считаю, что перевод вполне адекватен. Спасибо, я вот к Андрею... Да, я вот хотел тоже ответить на это, если позвольте, очень быстро, чтобы, опять же, не задерживать. Смотрите, я с вами совершенно согласен по поводу, ну, давайте назовем ее солидарности, единой, скажем, институциональной позиции, чтобы, правда, такого не было на одной кафедре одно, на другой кафедре другое. Вот. Тут в дидактическом отношении абсолютно, мне кажется, должна быть какая-то униформность, если хотите, да, единое такое вот направление, единый камертон. Но, коли уж мы тут все в разных вузах, с разным переводческим опытом, мы могли бы на этом теме подискутировать. Вот смотрите, ваш пример, кстати, шикарный. Это был перевод с английского, я правильно понимаю? Там было autocrat, да? Совершенно верно, да, перевод с английского. Значит, ангел, извините, американский, так сказать, политолог, да, который вот выразил свое отношение, соответственно, отношение администрации США к нашей стране. А вот вы не задумывались, например, о том, что в английском, среди, конечно, прочих всяких значений и вариантов, автократ, это еще и самодержец, да, и вот это вот их, так скажем, ну, тенденция, если хотите, да, представлять Путина как человека, в общем, бессменного пока что называется его там Господь не заберет, и царя, и батюшки, да, она здесь, так сказать, как-то вот имплицитно, по крайней мере, задействована. Поэтому еще неизвестно, потому автократ плохо, что, допустим, это не политкорректность для русского язычного читателя, или потому, что это слово немножко камуфлирует истинную интенцию автора, да. Конечно, мы бы все мечтали спросить этого человека, а что ты имел в виду, но не всегда так бывает, и это приходится угадывать и смотреть по контексту в целом, что там могло бы, а есть ли там еще намеки, намеки на то, что это бог, царь и так далее, да, то есть здесь, я думаю, возможны варианты. Но, в принципе, дальше смотрите, на этот вопрос очень, мне кажется, несложно ответить. Если вы хотите этого журналиста выставить в самом таком хорошем свете, надо это все убирать, конечно, изменять на что-то другое. Если вы хотите, наоборот, подчеркнуть, какой он, извините за мой французский гад, и как он хочет, значит, лично президента представить, в свою очередь, в негативном свете, значит, конечно, нужно оставлять так, как он есть, чтобы люди знали, что про нас пишут. Вот так вот я думаю. Спасибо. Спасибо. Да, очень интересно. Еще будут какие-то вопросы. У нас, в общем-то, остается последний докладчик. Если еще какие-то есть комментарии, замечания или пожелания, то их можно будет высказать, наверное, позже, когда мы послушаем Наталью Васильевну. Она выступит с довольно необычной темой. Мы переходим к предпереводческому анализу перформанса для аудиодескрипции на примере произведений Марины Абрамович. Предоставляю слово Наталье Васильевне. Спасибо. Ну, наверное, в свете того, что вышел новый стандарт специалиста в переводческой отрасли, это уже не такая необычная тема. Я представляю ВУЗ инклюзивного образования, как это видно в названии, в общем-то, ВУЗа. Сейчас я пока слайды включу. И, в принципе, работала я со своей студенткой Иваном Валой. Мы начинали готовить эту тему в качестве, скажем так, работы для научного конкурса, конкурса научных работ, который в прошлом году объявила компания RuFilms, как раз компания, которая занимается индивидуальным переводом. Вот. И моя, значит, соавтор, студентка Алла, она также является человеком с ограниченными возможностями, но когнитивные возможности там не нарушены. Вот. Поэтому, в принципе, тема инклюзии в переводе ей близка, как никому, наверное, другому. Значит, в чем состоит актуальность темы? Ну, прежде всего, в том, что ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, по версии 2018 года, заявила, что в мире существует порядка 39 миллионов человек, и в России около 100 тысяч человек, которые не могут видеть, не могут воспринимать информацию визуально. И плюс к этому еще нужно добавить тоже определенное количество человек, которые страдают нарушениями, разными нарушениями созрения. Тем не менее, доступ инвалидов к информации гарантирован законом, и в январе 2020 года вышли поправки к закону Российской Федерации о том, что все, весь контент, контент аудио-визуальный, в том числе, должен снабжаться возможностями для слабовидящих и слабослышащих. Кроме всего прочего, в 2019 году в Российской Федерации был принят национальный стандарт технокомментирования, технокомментарий, который в основном определял терминологию. То есть данный стандарт не определяет саму процедуру технокомментирования. Данный стандарт по процедуре, он пока еще обсуждается и висит на сайте Тифлонет, по-моему. И вот в данной ситуации тоже возникает очень много вопросов по поводу также отсутствия единого термина, аудиодескрипции и технокомментарий. К тому, как они выполняются по разным методикам. И плюс ко всему еще один факт. Буквально 21 апреля стало известно о том, что наконец в Минюсте был зарегистрирован новый стандарт, профессиональный стандарт специалистов в сфере перевода. Да и там впервые был в число специалистов введен как раз аудиовизуальный переводчик и аудиовизуальный переводчик для аудитории с особыми когнитивными потребностями. То есть это аудиодескриптор или технокомментатор, это субтитровщик, а также переводчик на ясный язык или на простой язык в том числе. Поэтому мы вот решили рассмотреть как раз проблему технокомментирования или аудиодескрипции. В стандарте, который утвержден в 2019 году, технокомментирование значит как лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому и слабовидящему без специальных словесных пояснений. И, собственно говоря, в этом стандарте эти документирования не рассматриваются как вид перевода. Тем не менее, в мировой практике существует несколькая точка зрения, там и рассматривается как раз аудиодескрипция как одна из форм перевода. То есть это форма повествования, основанная на принципах интерсемиотического перевода с фатическими и поэтическими элементами. В данном случае столкнулась на Борщевского Ивана Сергеевича, человека, который, в общем-то, известен в кругах, у которых занимаются как раз цифровой доступностью. Ну, на сегодняшний день я, в принципе, сама проходила обучение в компании RuFilms в школе аудиозуального перевода, и у Борщевского училась. На сегодняшний день то, что нам представляли, разработаны, в общем-то, определенные методики по переводу, по аудиодескрипции фильмов, по аудиодескрипции картин, по аудиодескрипции, в том числе, каких-то экскурсий музейных и так далее. Ну, вот есть некоторые пласты, да, там, или некоторые разделы искусства, которые затронуты еще не были. Вот, то есть это, вот, например, перформанс. Сразу скажу, что перформанс – это не мой конек, это был выбор моей студентки, она очень любит, Марину Абрамович, и ее перформансы. Вот, и можно сказать изначально, что перформанс, наверное, является искусством не для всех, но вот мы провели опрос среди студентов инклюзивного вуза, и у нас получилось, что 45% студентов знают о том, что такое вид искусства существует, и кое-что слышали о нем. 25% не знают, но хотели бы узнать. 37,5% сообщили, что их интересует новое в искусстве. Ну, о том, как далеко шагнул перформанс в нашу жизнь, вот, можно судить еще по тому, что, вот, например, вот здесь представлен кадр из мультфильма, тут даже написано, из какого, новогодняя почта, смешарики, где мышонок, чтобы оправдать свое неадекватное поведение, сказал, что у него такой перформанс. То есть, в принципе, даже для детской аудитории сейчас это слово вполне как бы так себе используется. Вот, так почему уже не рассказать, и познакомить с этим людей слабовидящих. Ну, сложно тоже определить перформанс, потому что это новое веяние искусства, это сложное многоуровневое процессуальное художественное произведение, влияющее на различные каналы восприятия человека. Цель его – это воплощение некой идеи, он призван подрывать привычный стереотип, и стульс перформанса – это интерпретация. Перформанс чаще всего не имеет никакого сценария, то есть, есть определенная задумка, идея, и все остальное – это полная, в общем-то, импровизация как самого художника-перформаниста, так и зрителей, которые там присутствуют. Ну, мы взяли, значит, материал перформанса Марина Абрамович, известная сербская перформанистка, которая считается бабушкой перформанса, и ее, значит, здесь изображены некоторые ее нашимевшие перформансы, многие из них достаточно сложны для понимания, для восприятия, она, в общем-то, очень много экспериментировала, экспериментировала, собственно, в том числе и со своим телом, вот, но мы решили взять наиболее простой перформанс, который здесь представлен в виде цветной фотографии в центре, это перформанс в присутствии художника, который заключался в том, чтобы художница, значит, в зале сидела и устанавливали визуальный контакт с любым человеком, который к ней подсаживался, вот, и там, в общем-то, происходили иногда некоторые интересные моменты, некоторые зрители, они засиживались там до десяти часов с ней, сидя напротив, но однажды к ней подсел бывший ее партнер, соратник, игровник, вот, и на которого она среагировала совершенно по-другому. Естественно, что все многочасовые просмотры мы не представляли нашим рецепиентам, мы сфокусировались на том видеоролике, который был в интернете выложен, значит, и в течение трех минут, и его описывали. Ну, как описывать в данной ситуации, вот это, конечно, представляет большую сложность. Для того, чтобы понять, как описывать, нужно понять, как его вообще нужно анализировать. Существует диссертация по культурологии, которая как раз рассматривала то, как нужно воспринимать перформансы Марины Абрамовича. В этой диссертации заявляется о том, что восприятие перформанса осуществляется на трех уровнях. Это социальная, групповая рецепция и частная рецепция. То есть наши культурные, скажем так, факторы, внешний уровень, то есть социальная рецепция формируется под влиянием национально-культурных факторов, политических, религиозных, промежуточный, является групповым опытом восприятия. Также зрители наблюдают не только художника, но и друг друга. И внутренний уровень – это мы интерпретируем поведение визуальное уже на основании собственного пережитого опыта. То есть из этого мы пришли к выводу о том, что нужно сообщать не только непосредственно визуальную картинку, которая присутствует в ролике, который мы взяли на Ютубе, но также и сообщать нашим рецепиентам какой-то социальный контекст той ситуации, которая дается. В итоге, проанализировав тот материал, материал, который предоставил нам Иван Дорщевский, в котором он рекомендовал приводить предпереводческий анализ фильмов, художественных фильмов, и добавили кое-что свое. Вот у нас получился такой вот предпереводческий анализ перформанса, который дает нам знать, понять лучше, то есть то, какую информацию можно учитывать при составлении сценария аудиодескрипции. И, значит, нами было такое проведено небольшое экспериментальное исследование. Мы сначала составили первый вариант аудиодескрипции, в котором не учитывали культурный контекст и не объясняли всего того материала, который относился к данному перформансу, который относился к данному перформансу, но не был представлен непосредственно в ролике. То есть фактически проводили по тем инструкциям, по которым должны проводиться, наверное, тихо комментарии. И мы связались с Маргаритой Мельниковой. Маргарита Мельникова – это официальный эксперт, которая работает в компании Руфилмс, и она отвечает в том числе и за качество аудиодескрипции, то есть она слепая, и как бы читает она при помощи специальных средств эту аудиодескрипцию и говорит, собственно, какое впечатление на нее произвел тот или иной воспринимаемый им аудиовизуальный контент. Значит, мы обратились к ней, она разместила эту аудиодескрипцию на сайте, который специально создан для слепых, который называется «Опиши мне». И потом дали еще одно описание, но там уже включили культурные особенности, то есть весь этот контекст, в котором происходил данный перформанс. И тот отзыв, который она нам оставила, то есть первое, значит, описание замечательного смысла происходящего, поняла, что женщины-художницы по-разному реагируют на разных подходящих людей. В общем, то ли так, то ли не так, то есть не совсем как бы все, до нее дошел тот смысл того перформанса, который был представлен. Ну и описание 2 было оценено ей просто лаконично, вот так для меня гораздо интереснее понять. То есть в данной ситуации мы использовали также экспертную оценку. То есть мы, в общем-то, пришли к выводу о том, что при составлении аудиодескрипции для такого сложного вида искусства, как перформанс, безусловно, нужно описывать не только то, что происходит, но и определенный социальный контекст. И в этом смысле аудиодескрипция, наверное, становится чуть более ближе к искусствоведческим каким-то текстам, нежели к просто описанию, то есть их лакоментированию. Вот такая у нас тема достаточно, наверное, новая, ну, наверное, действительно необычная, но тем не менее в соответствии со стандартом, уже относящийся к сфере перевода. Спасибо за внимание. Большое спасибо нашему докладчику Наталье Васильевне. Будут ли какие-то вопросы? Я думаю, что мы можем, если есть у кого-то еще какие-то предложения и замечания, мы можем их, ну, в пределах буквально пяти минут еще обсудить, потому что, в принципе, следующее заседание на сегодняшний день начнется в пять часов для тех, кто хочет принять участие, тот, кто записался, возможно, на участие в круглых столах, мастер-классах, и до этого времени у вас будет свободное время. Вот поэтому, подводя итоги нашей дискуссии, я приглашаю желающих сделать какие-то комментарии, которые вам кажутся вот по заявленной проблематике теории перевода и практика перевода в новых условиях кажутся вам наиболее актуальными, возможно, и которые вот мы из тех, которые мы сегодня обсудили или еще не успели обсудить. Пожалуйста. Можно я скажу пару слов? Да, да, пожалуйста, конечно. Можно мне выразить восхищение последним докладом? Мне кажется, что все остальные вопросы мы обсуждаем десятилетиями, сколько себя я помню, многие, я имею в виду, из вопросов, да, а вот это вот направление, вот это Ируфилм, всем известна эта компания, и Алексей Козуляев, который пропагандирует буквально, да, вот этот аудиовизуальный перевод и все, что с ним связано. И мне кажется, что вот это новое слово, хотя, может быть, это нам кажется таким видом перевода, ну, как бы сказать, около перевода, да, но мне кажется, что вот в глобальном понимании, да, умение людей слышать друг друга, что тоже, в общем, перевод, перевод и перевод с человеческого на человеческий, мне кажется, что это самый важный вид перевода. Спасибо большое. И я поддержу вас, и очень здорово, что сейчас появляются новые программы в вузах «Тифлопереводчик», и уже происходит обучение этому виду перевода, и уже выпускники готовы, есть, у меня есть выпускница, магистрантка, которая закончила как раз специальности «Тифлопереводчик». Поэтому тоже выражаю свое восхищение и благодарность. Большое спасибо, Наталья Васильевна. Ваш доклад был последний, не последний по значимости, как мы видим, вот, и действительно, это тема, которая заслуживает дальнейшего развития, потому что в ней тоже, как подчеркнули докладчики, есть большой потенциал. Еще будут ли какие-то замечания, вот, по тем темам, которые, возможно, мы не успели в ваших докладах, возможно, упомянуть или осветить? Если нет, то тогда я хотела бы поблагодарить всех участников в сегодняшней дискуссии за ваше активное участие и за ваши интересные доклады, потому что вот по заявленной тематике в новых условиях мы действительно сталкиваемся с новыми реалиями, когда выбор переводческой стратегии становится актуальным, не менее актуальным, чем раньше, да, и, возможно, мы сталкиваемся с теми же проблемами, как уже здесь было сказано, с которыми сталкивались переводчики и до нас, но у нас, так сказать, изменились многие обстоятельства, с учетом которых мы и должны сегодня действовать. Я благодарю всех докладчиков, потому что, в общем-то, в каждом докладе, наверное, есть действительно рациональные и интересные моменты, поэтому большое всем спасибо еще раз. буду ждать завтра всех участников нашей секции в 11.30. Повторяю, у нас начало будет завтра. Так что до встречи завтра. Всем хорошего продолжения, тем, кто продолжает конференцию, и желаю всем, в общем-то, продолжить наше плодотворное сотрудничество. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Диляра Кузовна. Хочется тоже вам выразить благодарность за прекрасное ведение этой секции. Спасибо большое. Четко, все по регламенту. Спасибо. Спасибо. На этом все. Можно отключаться. Я надеюсь, до встречи завтра. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.